Всем курс, с вами Джейкоб и в сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать арт в Cinema 4D без фона. То есть, вот такой, чтобы при вставке в фотошопе, чтобы вставлялся именно сам арт, а вот этого белого фона, чтобы не было. В общем говоря, примерно хотя бы вот такой вот арт, он нам пригодится как и для аватарки, может для ютуба, так и для, например, для шапки, если вы любите вот такие вот 3D как бы шапки, ну что-то такое. В общем, для начала открываем Cinema, я уже перешел на более новую версию R14. Вот, вот, я перешел на более новую версию, так как R12, она, даже Аниша 6 почему-то, что-то то ли не тянет, то ли что-то не работает, без понятия. Также, извиняюсь, что немножечко задержка с видео, нет времени особо записывать, вот, поэтому, не знаю, может 2 видео в неделю будет, ну, 3, это как-то, не знаю. В прошлом году я снимал, это было трудно, да. Ладно, давайте начнем. Ну, я буду использовать новый Аниш, Аниш 7, его, увы, я вам не кину, так как он как бы платный, честно скажу, я его не покупал, я его скачал, но я просто не хочу, чтобы многие не пользовались, так как разработчик, как бы, старался над этим ригом очень долго, но, хотя, кого я обманываю, я сам-то бесплатно скачал где-то. Ладно, ну, подумаем, может и кину, не знаю, ладно, в общем, так, риг Аниш 7, темплей нормал, я возьму. Так, для начала нам нужно сделать позинг и подготовить рендер, то есть, сами настройки, как бы, рендера. Так, ну, значит, для начала нам нужно загрузить свой скин на риге Аниша 7, и он загружается, вот, каким образом, образом, сверху над самой, как бы, моделью, вот такой вот человечек. Вот мы нажимаем, и вот здесь видим текстуру головы, тела и ног. Так, текстура обязательно, кто не знает, должна быть с закрашенными глазами, потому что глаза, как бы, здесь отдельно есть, и если вы загрузите с глазами скин, то просто будет некрасиво, и нарисованные глаза будут выпирать, как бы, из вот этих уже сделанных глаз. Так, еще у меня глаза темно-зеленые, где-то такие, вот, так неплохо. Хорошо, и можно начать делать позинг. Ну, для начала давайте сделаем позинг лица. Так, по-моему, вот здесь. Нет, это не то. Где-то должно быть, по-моему, вот здесь. Здесь также можно. Ладно. Хорошо, что-то я задумался. Значит, так, позиция глаз. Так, так, что-то. Нет, это глаза. Так, в общем, вот здесь, по-моему, где-то, где-то можно. Так, где-то я вчера был нажимал. Вот, вот. Нажимаем юзер дата. Да. И вот здесь вот такой вот таблички. Нажимаем вот на такие кубики. Так, первый кубик, это у нас брови. Насколько я понял. Так, от нам будет снизу, пусть. Так, стоп. Вот, даже пусть так будет. Так, хорошо, давайте перейдем уже сюда, а не обратно. Здесь, что это у нас? Это глаза. Ясно. Вот, по-моему, вот улыбка. Так, вот сюда. Можно сделать необязательно такую. Слишком. О, вот. Даже зубы есть. Так даже красивее. Не обязательно большую улыбку. Но, если хотите, то можете сделать. Какой-то упоротый ад. Что-то такое. Да. Хорошо. Ну, как хорошо. Так себе будем говорить. Так, здесь меня беспокоит только одно. Вот здесь, если присмотреться, вот здесь вот эта линия. Я забыл, как ее убрать. Где-то здесь должны быть настройки. Так. Сколько же настройок? Это просто жесть. Не знаю, даже как разобраться. Хорошо. Хорошо. Так. Это у нас не то. По-моему, вот здесь как-то должно быть. Так. И не это. Нет, это брови. Вот. Вот это. I lead depth. Как-то так. Ну, уже как-то получше. Я сейчас еще сделаю объемные волосы, чтобы арт смотрелся как-то красивее. Да. И позицию глаз я также сменю. Так. Нет, это сама голова. Как же здесь? Нет, это брови. Блин. Немножко еще не привык к этому ригу. Вот, по-моему, вот. Нет, это увеличим глаз. Закрыть глаз. Так. Странные такие глазки. Давайте немножко такие няшные глазки сделаем. Немножко упоротые получились. Хотя, нормально. Да. Давайте еще что-то теперь. Теперь ищу голову. Повернуто вот так вот примерно. Ну, теперь переходим к самому позингу. То есть, вот. Руки. Вот как-то так обычно. Вторая рука. Так. Войдите-ка. UserDite нужно убрать, чтобы было поудобнее. Вот так можно. Вот примерно так, да. Так, теперь ноги. У меня всегда проблема с этим была. Потому что я не знаю, какие сделать ноги, чтобы красиво смотрелись. Так. Вот какие-то... Такие, в принципе, не особо важны. Вот как-то... Ну, как-то так, да. Да, как-то так. И это немножко вперед. Вот как-то так, по-моему, да. Неплохо, вроде как. Голову я бы еще повернул. Вот. Ну, в общем, как-то так. Да. Что теперь? Что нужно еще так? Нужно припомнить. Да. Вроде как... Ага. Волосы. Объемные волосы. Как сделать объемные волосы, вы можете посмотреть туториал от Вальфрама. Думаю, многие знают, так как он снял неплохой туториал по объемным волосам. И он показывает, как это делать, и думаю, вы уже как бы разберетесь с этим, думаю, это не так трудно. Так, поэтому я по-быстренькому сделаю объемные волосы. Так, значит, нужно загрузить свой скин, насколько я не ошибаюсь. Так. А где здесь загружать свой скин? Ага, вот, вот, как я ошибаюсь. Вот так. Гляньте, по-моему, еще нужно убрать. На заре... Эээ, так. Закрашенные глаза. Джейкоб, хорошо, да. Если кто не знает как, то можете смотреть так же и делать вместе со мной. Для этого нужно открыть вот такую, как бы, объемную, уже готовую, как бы, голову, которая есть вместе с Анишем. И что далее? Далее нужно вот именно вот на этот объект загрузить скин. То есть, вот на этот материал. После чего, что нужно делать? После чего, берем вот этот инструмент Live Selection и выделение полигона. И далее просто выделяем саму кожу, которую нам нужно просто удалить. Нажимаем Delete. Так, да. Так, и вот, как бы, всю кожу нужно... Ну, как бы, удалить, выделить и удалить. Снизу вот это так же. Поскольку будет некрасиво смотреться, если вот это будет торчать, как бы, из волос. Так, вот здесь еще. Да. И вот здесь. Хорошо. После чего, что мы делаем? После этого мы... Закрываем вот это. Выбираем вот этот, как бы, предмет. Так, извиняюсь, немножко затупил. Значит так. Так. Да. Вот это мы закрываем. По идее, здесь. Вот. Объект. И вот это Zincness. То есть, третье. Вот это. На два ставим. Да. Видим, что у нас вот здесь, где волосы, цвет, как бы, кожи. Как это избавиться? Опять открываем. И загружаем скин. Уже с полностью закрашенной головой. Вот как это будет выглядеть. Вот здесь, думаю, видно. Вот. Полностью закрашенной головой. Да. И вот. Все. Оно исчезло. После чего уже можно смело все закрывать и просто перетаскивать собственно к голове. И так. Вот примерно как-то так. Это выглядит, конечно, не очень. Вот. Не очень ровно получилось. Но это как бы пример. Поэтому думаю, что суть вы поняли. Да. Что теперь? Объемные волосы у нас есть. Что теперь? Теперь берем рендеринг, настройки рендера. Извиняюсь, меня немножко отвлекли. Конечно, никогда не могу нормально сесть записать д-ролик. Ладно. Так. На чем мы остановились? На настройках рендера. Здесь делаем расширение как бы 1280 на 720. Хорошо. Дальше. Дальше сохранение. Здесь выбираем формат PNG обязательно. И вот здесь альфа канал или же альфа чаннел. Ставим галочку. После чего сглаживание. Антиалиасим. Как-то так. Ставим баст. Или максимальное, по-моему. После чего дальше эффект Ambient от Occlusion. То есть окклюзия окружения, по-моему. Здесь я всегда ставлю вот вот так вот. Так. Дальше ставим еще эффект Global Illumination. По-моему. Да. Так. Хорошо. Стоп. Что-то... А нет, нет. По-моему, насколько я помню. Так. Погодите-ка немножко вспомню. По-моему, вот эта Ambient окружения не должна быть. Поскольку из-за нее лицо будет почему-то черное. Особенно, если вы сделали как бы объемные волосы. Поэтому вот здесь еще Color Correction. То есть цветовая коррекция. Здесь ставим 30, здесь 5. Примерно так всегда я ставлю. Ну, а здесь я обычно ставлю 1. Вроде как все. Закрываем и так. Подстраиваем камеру, чтобы хорошо смотрелось. После чего право еще Create рендерим или же объект создать небо создаем небо выберу настройки неба припустим. Вот нет такие не подходят тоже не очень красивые слишком как-то нет нет тоже не то вот так неплохо после чего рендерим в менеджере изображение вот такой вот арт получился и теперь чтобы убедиться в том что мы все сделали правильно нажимаем файл сохранить как PNG обязательно в опциях здесь не должна бы стоять галочка поэтому нужно вот чтобы вот так вот было нажимаем ОК на рабочий стол сохраним припустим тестовый арт форматы изображения выбираем сохранить так все сохранилось а теперь чтобы убедиться в том что действительно все получилось так заходим в фотошоп все можно уже закрыть так значит создаем файл вот припустим там пусть 800 на 600 ОК припустим залеем черным цветом вот так вот или даже пусть таким серым это не важно после чего тестовый арт наш либо как вы его назвали перенос и тут вот что видим видим что фактично у нас все получилось вот только над головой вот такая вот штучка такое иногда может быть но это не особо так страшно это легко можно вот просто взять выделить там и стереть вот например просто вот вот инструментом перо взять вот так вот выделить вот так обратно так немножко что-то затупил в общем вот где здесь в общем вот так вот можно выделить вот здесь сделать выделение и просто резин резинкой взять и стереть ненужное как бы то есть это это как бы не особо важно вот ну в принципе это все немножко что-то я затупил с туториалом поэтому вы уже измените да ну в принципе я старался думаю что вы поняли как все делать и думаю что вопросов больше подобных не возник спасибо за внимание с вами был Джейкоб подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте видео ждите новых видео всем удачи всем пока субтитры